Итак, народ, всех приветствую на канале Занимательное Музло. Это второй влог о моем пребывании в Англии. И сегодня мы были в городе Линкольн. Мы видели Капитальный собор, как я и обещал. Мы побывали в музыкальном магазине, там, где продают музыкальные инструменты и пластинки. И немного поснимали еще просто английские улочки, английские магазинчики. И это будет выглядеть, наверное, круто. Я на это очень сильно надеюсь. Но заранее хочу извиниться, что у нас была, так сказать, довольно сумбурная пробежка по Линкольну, поэтому и какие-то планы могут не совпадать, между собой не биться. Ну, в общем, я надеюсь, все будет нормально. В общем, друзья, приятного просмотра. Это мы по пути в Линкольн приезжаем в небольшой городок Маркет Рейзен. Вид на английские поля. А вот мы уже в Линкольне. Нас высадили рядом с собором. На улицах довольно шумно. Возможности записывать голос на диктовон нет, поэтому приходится комментировать за кадром. Памятник поэту Альфреду Теннисону. А вот, собственно, и собор. Ну, его, конечно, можно в более выгодном ракурсе увидеть в интернете, но он дико масштабный, очень впечатляет, и я просто не мог его не снять. Знаете, такое странное чувство, как будто фотоальбом вам показываю. Альфреду Теннисону. Субтитры создавал DimaTorzok А вот на этой арке, по слухам, видели легендарного Джека Попрыгунчика. Проходим через арку и попадаем на небольшую площадь. Здесь можно увидеть черно-белый дом, которому около 400 лет, а за ним каменная стена и укрепление. Здесь начинается такая туристическая зона. Обратите внимание, какие узенькие улочки, и для Англии это нормально. И тротуар, и улочки бывают даже, кстати, еще уже. И это примерно 10 утра, будний день, поэтому людей на улице по местным меркам не так, кстати, много. Достаточно крутой спуск вниз, а по сторонам обычные жилые дома. А вот мы дошли до музыкального магазина. Я поговорил с продавцами, кстати, отличные ребята, разрешили мне поснимать в магазине, и даже показали и проводили на второй этаж, где у них была комната с клавишными. Ну и я хочу сказать, что цены разные. Гитары здесь, в принципе, от 99 фунтов до полутора тысяч. Не могу сказать, что ассортимент как-то сильно отличается от нашего. Ну, например, комбики здесь представлены только брендами Marshall и Fender. Ну, гитарки тоже в основном сквейра висят, и басы, фендеры, айбанес, ибанес. Ну, и помимо музыкальных инструментов, небольшой выбор пластинок. Они там расставлены по алфавиту. И музыкальная литература, и какие-то там сувениры. Струн, кстати, не очень большой выбор был. Ну, я даже додарил, потом заметил только вот у себя на видео. Ну, вот педальки как раз там, процессоры и какие-то распродажи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А это мы чуть отошли от центра города, и вот такие виды можно наблюдать. Ну, и вот, собственно говоря, она обычная нетуристическая Англия. Вот так выглядит. Друзья, в общем, как-то так. Надеюсь, вам было интересно. Завтра мы поедем в Нотингем и побываем в Шируцком лесу. Я думаю, это будет тоже дико круто. Спасибо, что смотрите. Обязательно подписывайтесь на канал. И пока!